Многие из нас убеждены, что толковать Писание невозможно без учета библейского богословия. Определение, которому, как я уже говорил, предлагает Брайан Роснер. Я включил его в ваши конспекты курсу. В качестве резюме отметим, что библейское богословие можно определить как богословское столкование Писания в контексте церкви и для церкви. Она начинается с учета исторических и литературных особенностей и стремится проанализировать и синтезировать в своих терминах библейское учение о Боге и его связи с миром. С учетом всеохватывающего характера библейского повествования и христоцентричности формы. Помните третью главу второго послания к Тимофею? Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение и веру во Христа Иисуса. Позвольте мне это несколько развернуть. Он говорит, что та дисциплина, которой мы занимаемся, это богословское толкование Писания. Я же замечу, что богословское толкование Писания основано на следующих допущениях. Писание — это источник, свидетельство и норма. Это теопневмос, плод божественной и человеческой деятельности. Богословское толкование в контексте церкви и для церкви. Росно указывает, что эта дисциплина преподается преимущественно в библейских колледжах и семинариях, иначе говоря, в заведениях духовного или религиозного образования. Библейское богословие, как правило, не преподается на факультете религоведения в Светском ВУЗе, поскольку в его преподавании мы исходим из презумпции безусловного авторитета Писания. Это не какая-то антология или древний текст о жизни израильского народа или ранней церкви, но Божье Слово, выраженное человеческим языком. Поэтому данная дисциплина живет и здравствует в церкви и в образовательных учреждениях, организованных народом Божиим, таких как семинарии и тому подобное. Автор говорит об учете исторических особенностей. То есть, какой смысл Писание несло в условиях того места, того времени и той аудитории? Какое значение имели эти тексты? В той обстановке? И в тот исторический период? Это учет исторических особенностей. Учитывать также надо и литературные особенности. Изучая тот или иной текст Писания, необходимо определить, к какому жанру он принадлежит, к какому стилю. Крайне важно не воспринимать Писание как большой однообразный текст, однородное с литературной точки зрения произведение. Приведу пример, который я использую в курсе систематического богословия. Некоторые из вас, возможно, его уже слышали. Если бы я пришел на сегодняшнее занятие раздраженный, расстроенный, я бы извинился и сказал, да, я понимаю, это первое занятие, но я просто не могу продолжать. У меня в Англии есть друзья, и я даже жил там какое-то время. В новостях только что сообщили, что на Англию напали. Горят замки и дома, повсюду разгром, неразбериха, хаос. Словом, вражеское вторжение. И, наверное, вы будете несколько озадачены. Вы тоже сегодня утром смотрели CNN, Fox News, читали Chicago Tribune и ничего подобного не видели и не слышали. А потому вполне обоснованно спросите меня, о чем вы говорите. О вторжении в Англию, отвечу я. При этом даже было названо, кто возглавил это вторжение. Хагар Ужасный. Наверняка многим из вас известно, кто такой Хагар Ужасный. Это мультяшный персонаж. Викинг. Когда-то викинги напали на Англию. Они во многие страны вторгались, но в том числе и в Англию. Так вот, я говорю под предводительством Хагара Ужасного. А мне отвечают, не говорите глупостей. Это же мультик. Если говорить о вашей газете, Chicago Tribune, в ней вы читаете статьи, очерки, передовицы, рекламу, программу телевидения, прогноз погоды, комиксы. Иначе говоря, уже в контексте одной газеты материал представлен разными стилями и жанрами. Сегодня многие, особенно евангельские христиане, читая Библию, учитывают литературные особенности меньше, чем когда читают газету. Всякий раз, открывая Священное Писание, мы должны понимать, что собираемся читать родословную или послание, Евангелие, притчу, псалом, пророчество, апокалиптический текст. Понимаете, о чем я? Учет литературных особенностей. Богословское толкование в контексте церкви и для нее учет исторических и литературных особенностей. По Роснеру, библейское богословие изучает Бога и его отношения. Главный персонаж в Писании – Бог, а не мы. Не даже творение как таковое, а именно Бог. И далее он говорит толкование Библии в ее же собственных терминах, с применением ее же собственных понятий. Вот это мы и попытаемся сделать. Такие понятия, как завет или царство, покой, мессия и так далее. Мы попытаемся осмыслить Библию в ее же собственных терминах с точки зрения представленных в ней понятий. С учетом всеохватывающего, всеобъемлющего библейского повествования. Основного сюжета Библии. Ибо Писание показывает нам путь от творения к новому творению. От первой главы книги «Бытия» до последней главы книги «Откровения». Мне нравится, как это формулирует американский христианский писатель Фредерик Бикнер. Это отрывок из его эссе под названием «Клоун из Белфри». «Очерки о вере и литературе». Это эссе, глава из его книги «Хорошая книга – это хорошая книга». Здесь он говорит о Библии, при этом говорит о ней и как писатель, и как христианин. Мысль автора проста «Хорошая книга – это хорошая книга». Под этим он подразумевает следующее. При всем разнообразии библейских свидетельств и способов литературного выражения «Основная мысль, по его мнению, довольно проста. Бог творит мир, мир погибает, и Бог восстанавливает его былую славу». Итак, Бог творит мир, мир вступает на неверный путь, и Бог восстанавливает его былую славу. Это повествование, в котором есть начало, середина и конец. Стивен Сайкс определяет это несколько более терминологично. «Грамматика-нарратива». Автор говорит, в христианском повествовании «Божий мир – это место действия». Итак, это место действия. Тема – это спасение падшего мира и человечества. Итак, у нас есть место действия и основная тема. Сюжеты библейских рассказов, даже, скажем так, побочные сюжетные линии, от сотворения, избрания до воплощения, распятия, воскресения и вознесения. Итак, сюжеты библейских рассказов – от сотворения, избрания, имеется в виду избрания народа израильского, до воплощения, распятия, воскресения и вознесения. Развязка, развязка библейской истории, развязка библейского сюжета – это суд, рай и ад. Это из его книги «История искупления». «История искупления». В своей книге автор литературно осмысливает христианское учение. И называется она «Повторюсь. История искупления». Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com В христианском повествовании «Божий мир» – это место действия, тема спасения падшего мира и человечества, сюжеты библейских рассказов – сотворение, избрание, довоплощение, распятие, воскресение и вознесение. Развязка – это последний суд, рай и ад. Мне кажется, что здесь Сайкс предлагает более точное изложение того, о чем Бикнер пишет в своем произведении «Библия». Хорошая книга – это хорошая книга. Библия – это библио, то есть книга. Продолжение следует... Продолжение следует...